Приветствую вас. Вы знаете, вот что меня смутило в вашем тексте, да, что меня смутило в вашем тексте, то что вы пишете, что это вопрос сестры. То есть вы пишете, что это не ваш вопрос, что вы даете не вы. А, это даете сестра вопрос. И вот здесь не понятно, то ли вы этот вопрос задаете от своего имени, и что это проблема у вас. Или вопрос задает ваша сестра через вас. Вот. А может быть еще какая-то другая история есть, о которой мы и знать не знаем, и не можем знать. Вот. То есть здесь, конечно, было бы здорово, если бы вы все-таки более подробно эту историю раскрыли бы нам. Вот. Потому что вот так пока непонятно. Вообще в психологии запрещено консультировать людей через посредников. Вот. что это неправильно. Это вредно даже может быть для конечного клиента, да, для конечного человека, для, так сказать, приемника информации, да, это может быть очень даже вредно. Вот. Вот. Поэтому я надеюсь, что если это вы задаете вопрос, то вы относитесь к этому серьезно и перестанете выдавать себя за другого. И если этот вопрос не ваш, то, соответственно, вы передадите ответ, мой ответ, например, или ответ из других людей, да, все-таки человеку непосредственно, которому нужна помощь. Вот. Итак, вы пишите, я не понимаю, что со мной, я постоянно отталкиваюсь и обещаюсь на мелочи на своего любимого человека. Ну, обталкиваете вы, это страх близости. Ээээ, страх близости, ээээ, причем вот что важно, да, понятно, потому что ваш вариант близости, то есть как близость, понимаете вы. Это совсем не то же самое, как вариант близости, понимаете, например, он, да, молодой человек. И вам, вот вам, именно вам, свой вариант близости, да, не нужно навязывать молодому человеку. А вы, скорее всего, это делаете. Потому что близости вам, в общем-то, хочется. Я так полагаю, в целом, близости вам хочется. Вот. И, в общем, в общем-то, в общем-то, если вам хочется близости, то здесь вы явно заинтересованы в ней больше. То есть вы явно заинтересованы в близости больше, чем другой человек. И стремитесь, соответственно, к растворению другому человеку, к слиянию другим человеком. Поскольку этого не происходит, то есть, ну, слияние, в принципе, невозможно, да, полное слияние между людьми невозможно, у вас это не получается. Вот. То возникает фрустрация, возникает постоянный негатив, возникает ситуация постоянного напряжения. Вот. Когда вы не можете почувствовать себя в безопасности, вот, ну, по этой причине, да, не можете почувствовать себя в безопасности. Вот. И, соответственно, вам из-за этого очень-очень плохо. Вот. Вопрос заключается в том, с какой целью вы пытаетесь слиться в человек, какие у вас представления о близких отношениях и в чем конкретно уязвима ваша безопасность. А также, какие основания есть, какие основания имеются для того, чтобы на другого человека перекладывать ответственность за, ну, за это выходить. Например. Например. Что касается любви, что касается обид, точнее, что касается обид, да, а что касается вот того, что хуя обижаетесь на мелочи, то обида это, ну, во-первых, детское состояние, да, то есть это состояние ребенка до 2 лет, когда он, ребенок считает, что ему, грубо говоря, ну, кто-то что-то должен. Вот. Например. Например. Когда у ребенка искаженные представления о том, что происходит по факту. вот. То есть, когда ребенок, значит, ну, грубо говоря, не отдает себе отчет, на что он может рассчитывать, а на что нет. Вот. То есть, обида это ожидание. Я обижаюсь, когда ожидаю чего-то. Вот. И, 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 когда не хочу брать ответственность, значит, за то, что вот мне хочется. Вот поэтому и возникает обиды. И вы ждете этого от всех молодых людей, да, это совершенно точно. Вот. Вы ожидаете, вы ожидаете этого от всех молодых людей. То есть, для вас все молодые люди, ну, вот это, вот, ну, в некотором, в некотором смысле слова, да, является такими вот источниками того, что вы хотите для себя. Источниками того, что вам, вам нужно для себя. Опять же. Вот. Отсюда и повторение. Вот. То есть, подумайте, чего вы ожидаете от них. Подумайте, как именно задевает вас. А, вот, ну, вот, ну, вот, когда вы обижаете, да, вот, вас задевает. Как именно задевает? Что, что именно задевает? Почему задевает? Чем задевает? Ну, и так далее. Это, в принципе, в принципе здесь поработать немножко, поразбираться и все будет понятно. Вы пишите, я не могу с собой совладать. Понимаете, совладать с собой и не нужно. Ну, вот, пока что, да, не нужно. Почему не нужно? Потому что это ваше желание. Это то, чего вы хотите. Понимаете? И если вы не будете этого выражать, если вы не будете это реализовывать, то даже в такой форме, в какой это происходит сейчас, что вам будет просто-напросто еще более тяжелее и, возможно, еще больше вы будете испытывать негатива и деструктива в своей жизни. Вот. Поэтому не нужно стремиться совладать с собой. Нужно, наоборот, раскрыть. Нужно, наоборот, раскрыть, эээ, вот, ваше желание, раскрыть то, почему вы это, почему вы это делаете и ради чего. Понять, так, чего же я хочу-то, вообще. Понять, так, что же мне нужно-то, вообще, вообще. Вот. И уже, соответственно, действовать. Тогда. Ну, ну, вот. Здесь вот именно, исходя вот из, эээ, того, что вам уже, вам, вам уже хочется. Понимаете? Какая история. Вот. Вот. И все. То есть у вас происходит это со всеми молодыми людьми, эта история, в общем и целом, понятна. Да? Это, как и сказал мой коллега, в некоторой степени определенный жизненный сценарий. Вот. Вот. Который вы, ну, ну, который вы для себя выбрали. Не осознанно, не сознательно, но выбрали. Вот. И он, если это сценарий, да, то он имеет, он имеет место быть, эээ, в отношениях в родительской семье, в семье вашей. Вот. То есть для того, чтобы перестать действовать так и вести себя так, нужно осознавать сценарий. Осознавать, когда вы действуете по указке, по, ээээ, скажем так, указанию родителей. Вот так вот, если, если, если можно выразиться. Вот. Вот, по сути, эээ, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Эээ, если вы не, да, и вот вы пишите, что, эээ, молодого человека вы не хотите терять. Вы пишите, что, вот, ну, как бы, что вы не, но боитесь, не боитесь, или не хотите, или боитесь его потерять. Эээ, почему? Почему боитесь потерять вы его? То есть, эээ, какое у вас отношение к нему, к молодому человеку? Как вы его воспринимаете, конкретно, молодого, ну, молодого человека? То есть вы уверены, например, в том, что вы его любите? Если любите, как это любовь, любовь проявляется. Вот. Потому что, понятно, что не хочется его терять. Понятно, что, как бы, ну, мы дорожим людьми. Это понятно. Но бояться потерять его, именно бояться потерять его, это, скорее всего, что-то про вас. Что-то, что-то либо про страх одиночества, например, например, вот. Либо это про что-то еще, про какие-то желания, например. И, если это так, то это тоже требуют корректировки. Если это так, то это тоже требуют работы. Вот. Так что, обращайтесь, обращайтесь к любому из специалистов. Я полагаю, что мы вам поможем. Такая вот история. То, что можно вам, вот, значит, ответить. То, что вам можно сказать, исходя из того, что вы написали. Вот. Может быть, дальше с молодым человеком прийти, ну, можете прийти, да, с молодым человеком, в принципе. Вот. Стоит. Вместе поговорить с психологом. Вот. То есть, никаких проблем нет. Вот. Ну вот, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить на них. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Такать для меня, ну, только наверно как долго девять вantas..." Растение 011. Баган Glor 28. Растение 011. Мы вам high много, проявшую, подкачелку, подклюสон.